Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Как приготовить гору котлет из 150 грамм мяса? Потрясающий рецепт! Не хватает денег на ежедневное блюдо из мяса? Пора вспомнить, что наши предки потребляли его не так часто, как мы, и при этом оставались здоровыми долгожителями. Пустив под нож какую-то скотину, они пытались растянуть мясо надолго. Возьмем, в пример, украинскую национальную кухню. Так, есть такие вкусные блюда, как гречаники, картопляники, капустяники. Все они представляют собой котлеты, в которых есть доля мясного фарша. Попробуйте и вы приготовить блюда капустяники. Ваши гости, глядя на эту гору котлет, румяных, сочных, никогда не догадаются, что для их приготовления понадобилось всего-навсего 150 граммов мяса. Уже из названий блюд становится понятно, какой в них главный компонент. Ну а поскольку мы будем делать капустяники, то нам понадобится 300 граммов свежей капусты. Кроме нее и уже упомянутого фарша 150 грамм следует запастись следующим. Одно куриное яйцо, 2 столовые ложки сметаны, небольшая луковица, щепотка зелени петрушки, чайная ложка соли, щепотка соды, черный перец и 50 грамм пшеничной муки. Прежде всего, тоненько шинкуем капусту и луковицу. Складываем в миску, заливаем кипятком, даем постоять так минут 5. Откидываем на дуршлаг. Вся горечь и неприятный запах уйдут вместе с водой. Затем мелко сечем зелень петрушки. Добавляем к капусте и луку вместе с мясным фаршем, сметаной, солью, содой и перцем. Вбиваем туда одно яйцо. Прямо над миской с массой просеиваем муку. Все хорошенько вымешиваем руками. Разогреваем духовку до 200 градусов. Противень устилаем кулинарной бумагой. Из полученного фарша формируем небольшие котлетки. Выкладываем их на противень. Выпекаем на протяжении получаса. Готовые капустяники поливаем растопленным сливочным маслом или подаем их с вкусным грибным соусом. Эти котлеты подходят к любому гарниру. Остается только сказать приятного аппетита. А какие подобные интересные рецепты можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.